Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 июня и вот сегодня я уже начала понемногу вам показывать, как я посынкую, как я подвязываю томаты в открытом грунте, как формирую вот эти высокоруслые эндотерминатные. Так, сейчас не про формировку, вот это видео будет про посынкование, потому что посынковать в открытом грунте тоже нужно, посынкуем по той же схеме и сейчас начну более подробно рассказывать именно про открытый грунт и хотя принцип посынкования такой же, но некоторые начинающие огородники, они ведь не знают, что посынковать нужно точно так же, как в теплице, они может быть думают, что тут другие методы. Начну с того, что вот про посынкование, первое посынкование обычно после высадки мы проводим через 10, через 12, через 15 дней, но у меня в этом году ситуация получилась такая, что сроки посевы разные и погода у нас все сместила и получилось, что я высадила вот сейчас, ну в последнее время и вот такую вот рассаду, которая молодая, посеянная в поздние, сроки для традиционных высаживаний и вместе с ней почти одновременно посадила, вот такую вот высадила огромную рассаду, которая видите, она сильно отличается, она просто стояла в стаканах, ждала своей очереди и я высадила уже с посынками. Вот как раз вот это прекрасный у нас будет, ну как, наглядное пособие, я сейчас покажу, как посынковать. И так что вот эта вот инструкция, если вы где-то прочитаете, что через неделю, через 10 дней после высадки, она все-таки у нас смазывается и сроки посынкования первого у всех могут быть разные. Я вчера говорила, что я первое посынкование провожу одновременно с подвязкой, то есть я вот сейчас начала подвязывать и мне удобно сразу же обрезать, чтобы потом сюда не возвращаться. Вот если вы уже наметили, что вы будете формировать в два или в три ствола, это нужно сразу определять, потому что когда мы будем вырезать, тут нужно уже сразу знать, оставляете вы лидирующий пасынок или не оставляете. Вообще пасынки это все, что между основным стволом и стеблем из пазух вылазит, все это пасынки. Удалять их можно по-разному. Я вот пользуюсь ножничками, вот так просто обрезаю. Иногда, когда ножниц нет, я просто отщипываю. Но пользоваться ножницами некоторые, ну как они резонно заявляют, что может там зараза перенести с одного растения на другое. Но если нет больных и каких-то там заразных растений, то ничего страшного в этом нет. Вот смотрите, видите какой уже толстый пасынок вырос. Вот это у меня сорт, который вообще я буду вести в один ствол. И видите, здесь как такового лидирующего пасынка нет. Вот эти крохотульки вылазят, я их все буду удалять. Я их все буду удалять. И если особенно вы ведете в один ствол, то мы все-все-все-все лишнее удаляем, все пасынки. Ну и тут, конечно, вот эти нижние листья я тоже буду удалять. Они были градом побитые, вот такие поврежденные, я их оставляла на первое время. Но вот пасынкование заключается в удалении вот этих вот всех побегов, которые между стволиком и листиком появляются. Все мы их вырезаем, выламываем, выщипываем. Избавляемся любыми способами, для чего мы это делаем? Чтобы растение направило все свои силы на формирование плодов, на созревание их, на цветение. На образование новых листьев, таких свежих, хороших. Потому что мы сейчас будем старые желтые заскорузлы убирать, а эти нам нужны новые. Все. Вот это пасынкование в открытом грунте проходит по такой же схеме, как и в теплице. Все мы пасынкуем, урезаем. Только перед тем, как вы начнете пасынковать, вы решите, будет у вас второй ствол или нет. Если будете оставлять второй ствол, то под первой цветочной или плодовой кистью пасынок, который вы оставляете, это будет лидирующий пасынок, он у нас неприкасаемый. Все, до свидания. Это короткое видео было про пасынкование томатов в открытом грунте.